Первый 3D принтер придумал в 1981 году японский изобретатель Хидея Кадама. В первых машинах для быстрого прототипирования детали создавались слой за слоем, используя смолу, которая скреплялась под воздействием ультрафиолетового света. Считалось, что изобретение будет использоваться в научных целях, да и само оборудование по тем временам стоило очень дорого. В наши дни такой принтер может приобрести любой желающий, так как на рынке работает много производителей, как отечественных, так и зарубежных. Широкое применение 3D принтер находит в производстве игрушек, сувениров и даже одежды. На днях в Австрии запустили стартап по продаже филе лосося, которое создали на 3D принтере. По словам создателей, сам продукт ничуть не хуже настоящего лосося, а по содержанию полезных витаминов даже превосходит натуральную еду. Есть биопринт, биофудпритинг, есть просто фудпритинг. Фудпритинг – это когда мы печатаем с помощью уже готовых ворсинок, с помощью уже готового материала, например, шоколада, либо сахара, как печать с помощью вот песчаных форм. А биопритинг – это уже печатать с помощью уже клеток. Можно напечатать мясо всякое. Вот сейчас есть, вот недавно видел исследование о том, что создали мясо из мамонта. Но его запретили, потому что оно вызывает очень большой экологический, точнее, углеродный сред, где-то 22 килограмма на 1 килограмм мяса производства. А в то время, как обычное мясо производится, там 4,5 килограмма на 1 килограмм мяса получается. В интернете можно найти множество видео создания еды с помощью пищевых принтеров. Часто их используют в кондитерской кулинарии, чтобы воплотить форму десерта, которую сложно воспроизвести даже профессиональному кулинару. Пищевой 3D-принтер помогает создать объемные и точные геометрические фигуры на тортах и пирогах. Rebo Foods, именно так называется компания, разработала процесс, который позволяет производить заменители лосося, копируя при этом характерную слоистость и сочные волокна, как у натурального филе. Также они отмечают, что смогли изготовить продукт из материалов с низким содержанием холестерина и без загрязняющих веществ, которые часто присутствуют в настоящей рыбе. Эта еда не опасна, потому что это еда, которую мы едим. Просто она имеет другую форму. Соответственно, а также мы можем туда включать некоторые компоненты, питательные вещества, которые еще больше... Например, ребенок не хочет кушать брокколи. Мы просто берем, напечатаем брокколи в виде всякой там кораблика, и ребенок сразу захочет покушать. Возможное применение биопринтинга, это, соответственно, печать органов, печать всяких сухожилий, замена сухожилий. Но полностью рукой напечатать пока еще никак не получится, потому что она состоит из разных тканей, которые невозможно получить. Но сейчас пока мы стараемся, ученые стараются, получить возможность создать там всякую либо печень, либо легкое, такого подобного рода органы. Австрийские стартаперы отмечают, что их цель – предложить альтернативу традиционным методам рыболовства. По их словам, многие виды рыб находятся под угрозой исчезновения. Технология производства на 3D-принтере, как заверяют в компании, безопасно и экологично.